здравствуйте в этом видео я вам расскажу чем подкормить свеклу морковь а также можно подкармливать картофель для укрупнения клубни и чтобы они стали намного больше вкуснее и слаще в два раза эти подкормки я использую только в августе до сбора урожая у меня примерно месяц полтора это максимум сегодня 7 августа и я срываю морковь на консервации на заготовке уже активно собираем огурцы и томаты консервируем делаем кабачковую икру и поэтому именно сейчас срываем и еще раз прорежем нашу морковь и с помощью этого метода тоже морковка укропняется но единственный момент обязательно нужно подкармливать для сладости и свеклу особенно для укропнения как раз до сбора урожая сделайте это в августе подкормок будет несколько я вам также расскажу чем можно заменить одну подкормку другой все подкормки не сваливайте в одну кучу а поливайте именно дозировано и смотрите на состояние ваших моркови и свеклы картофеля и так давайте приступим первая подкормка будет нас калием агам это минерально калий на магниевое удобрение здесь большое количество калия 35 процентов и магний 6 процентов в конце лета это как раз середина августа нужны подкормки именно с калием потому что все подкормки азотные мы давно уже прекращаем ботва нам больше не нужна а все подкормки будут направлены на улучшение вкуса калимаг применяется очень легко можно взять около 30 грамм калимага и просто рассыпать по поверхности грядки это для моркови и свеклы для картофеля подкормочная доза в середине августа в среднем 5 грамм на каждый куст можно точно также взять горсть калимаг и рассыпать по поверхности всех кустов все это постепенно впитается и до сбора урожая плоды будут увеличиваться калимаг применяется абсолютно на всех почвах очень хорошее удобрение с помощью калия и магния только улучшается и вкус и сама урожайность такую подпитку давайте именно в августе если нет калимаг то можно применять гумат калия это гуминовые удобрения которые повышают урожайность с помощью его можно добиться прекрасного результата именно укропнения есть также гумат калия плюс микроэлементы он намного эффективнее потому что там есть аминокислоты и многое другое плюс микроэлементы самое идеальное удобрение и конечно экономичное калий это самый главный элемент который нужен на последней стадии развития моркови с помощью калия морковь будет более плотная тяжелая хрустящая и будет с долгим сроком хранения а также калий отвечает за то что если например будет трескаться морковь это как раз и есть нехватка калия если вы сейчас уже заметили такие признаки что у вас трескается морковь свекла то обязательно подкармливайте с калийными подкормками это первый признак что есть нехватка калия в данном случае я буду подкармливать именно с калийными удобрениями фосфор буду добавлять но в меньшей дозировке потому что именно калий требуется в конце лета а также можно улучшить вкус с помощью английской соли английская соль прекрасно помогает улучшить именно сладость плоды моркови и свеклы станут слаще в несколько раз английской солью поливаем очень просто разводим в воде и поливаем слейки ничего дополнительного добавлять в английскую соль уже не нужно английскую соль можно также применять просто рассыпав по грядкам очень будет эффективным следующая подкормка это монокалий фосфат она применяется для тех культур которые еще очень маленькие то есть если у вас меньше размером чем моя сейчас морковка я вам показывала до этого то фосфор вам очень нужен он пригодится именно для укропнения для увеличения самих корнеплодов с помощью фосфора и калия как раз идет процесс именно на укропнение самого плода есть также маленькие пакетики здесь всего 20 грамм как раз на 10 литров сейчас монокалий фосфат очень сильно подорожал и все жалуются чем его можно заменить если у вас есть простые магазины где продается фосфор и калий отдельно то можно применять именно их и вы смотрите я вам срываю показываю сейчас морковь собираю ее именно на консервации буду делать кабачковую икру и тем самым я прорежу вы последний раз об этом я вам говорю уже третий раз в этом видео что нужно обязательно проредить морковь если это не делать то морковь сама по себе не укрупнится не при помощи никаких даже подкормок ничего не поможет нужно место нужно чтобы больше дышал корнеплод и тогда он будет сам по себе увеличиваться и так следующая подкормка с калиемагнезий калиемак и калиемагнезия это разные удобрения калиемагнезия содержит калий магний и серу а калиемак содержит калий и магний вот смотрите я вам показываю процент очень хороший процент кстати это очень дешевые удобрения покупала их в обычных магазинах типа светофор и маяк вот смотрите для сравнения калиемаг здесь калия 35 процентов и плюс магний 6 процентов но в калиемагнезии здесь магний аж 12 процентов и есть сера и калий конечно 32 процента тоже очень хороший если у вас нет калиемака то можно применять калиемагнезию как раз в конце лета для укропнения и для вкусовых качеств моркови свеклы картофеля калиемагнезия она без хлорные минеральные удобрения и относится к категориям базовых она очень дешевая и которую можно применять заменяет дорогущие удобрения калиемагнезия точно так же как и калий применяется как раз в конце лета и повышает вкус плодов продлевает сроки хранения и делает более вкусными крепкими и сочными а также приближает именно спелость сахаристость применять тоже очень легко рассыпайте по поверхности всех грядок берете горсточку и просто разбрасываете дождик все дальше сделать за нас и так следующее удобрение это чистый калий калия точно также покупала в обычном дешевом магазине стоимость его по моему около 100 чем-то рублей но здесь калий содержит и магний и кальций есть и серый если многое другое что как раз и нужно в конце лета и к этому калий добавляем фосфор тоже отдельное удобрение это для укропнения плодов и у нас получается тот же самый монокалий фосфат но стоит в два раза даже в три раза дешевле монокалий фосфат сейчас около 500 грамм пакетик стоит среднем 250 300 рублей считаю это очень дорого тот пакет у меня был уже с прошлого года а калий и фосфор я покупала в этом году средняя цена около 100 рублей за каждый пакет здесь по пол килограмма хватит еще и на следующий год то есть можно заменить дорогущие удобрения простыми дешевыми можно применять и калий и фосфор отдельно фосфор добавляем в том случае если у вас все еще маленькие плоды и у вас сбор урожая идет намного позже вот тот самый монокалий фосфат есть большой процент фосфора и калия но здесь то же самое калий и фосфор но также есть и другие элементы которые точно также полезны для моркови свеклы и картофеля можно заменять либо монокалий фосфат либо калий плюс фосфор отдельно тоже очень хорошего удобрения получается и главное смотрите на состояние ваших корнеплодов что с ними в данный момент творится если у них большое количество листвы а очень маленькие плоды тогда применяйте монокалий фосфат либо калий плюс фосфор применяйте фосфор на калийный удобрение это делается для того чтобы укрупнить как раз плоды а также и свеклу нужно прореживать как и морковь если вы видите что есть рядышком растущие маленькие свеколки то обязательно их убирайте они не нужны они только мешают рядом растущим и конечно они будут увеличиваться за счет того что освободилось место рядышком и корнеплоды будут расти еще больше вширь и так можно сделать небольшой вывод для тех кто то что-то пропустил фосфор на калийное удобрение мы применяем если у вас еще очень маленькие плоды для увеличения корнеплодов а также для лёжкости и также для вкуса и качества плодов если у вас сладости отсутствует у плодов тогда применяйте английскую соль просто рассыпаете по поверхности если у вас все в порядке с корнеплодами они уже более крупные то тогда применяйте именно калийные удобрения а на сегодня это все всем спасибо